Губернатор Приморского края Олег Кожемяка нанёс рабочий визит в Фокино и осмотрел новую газовую котельную, которая была запущена в прошлом году по концессионному соглашению с теплоснабжающей организацией. Поездка состоялась из-за жалоб местных жителей. Сейчас в Фокино продолжается восстановление тепла в домах и социальных учреждениях. К сожалению, здесь затянувшийся такой кризис, связанный с недолежащим исполнением своих концессионных соглашений со стороны компании «Иксы Фокино». Мы это видели по жалобам жителей, начиная с декабря. Сейчас, особенно эту последнюю неделю, были усилены, потому что понизились температуры наружного воздуха. И, соответственно, котельная, при том, что она построена новая, газовая котельная, она не отвечала по выходу тех параметров, которые нужны были для того, чтобы держать температуру теплоносителя. Губернатор Олег Кожемяк отметил, что прокуратура оценит действия концессионера по обеспечению теплоснабжением жителей Фокино. Сейчас мы здесь вместе с прокуратурой отрабатываем вопросы, связанные с предостережением, связанные с вопросами неисполнениями концессионного соглашения, как следствие возможного расторжения на основании этого. Второе – эта компания обязательно должна сделать перерасчет гражданам и за декабрь, за январь, исходя из той температуры теплоносителя, которая подавалась в ненормированное. И это мы тоже добьемся и доведем. Глава прим. теплоэнерго Фокина доложил Олегу Кожемяка, что показатели по котельной соответствуют нормативам. Тепло в квартирах восстанавливается. Однако губернатору не удалось поговорить с представителем концессионера, так как руководство компании находится в Москве. Мы запросили с тем, что приехало руководство с Москвы, начало заниматься. Поэтому вопрос будем держать на контроле. Надеюсь, что он будет выправляться. Здесь это прибыл такой затяжной кризис. Это еще раз показывает, что нужно очень аккуратно относиться к концессиям, концессионным соглашениям и тем, кто исполняет свои обязательства противоплоснабжения. Во время рабочего визита в муниципалитет губернатор посетил несколько квартир в домах, жители которых обращались с жалобами, а также Центр детского творчества «Чудесство» и детский сад номер 3 «Морячок». В ходе мониторинга выяснилось, что температура не везде соответствует нормативу, но люди заверили, что батареи становятся теплее. Ну, у меня там-то теплое. Ну да, они потеплее. Ну, вот за последние, получается, дня четыре. Вот они вчера начали ночью нагонять ее. Ну, они уже как бы дня четыре нагоняют, уже более-менее. Как начались холода очень сильные, начались, ну, отопление получше стало. Напомним, газовую котельную построили в Затофокино взамен устаревшей мазутной. Запуск объекта призван повысить качество теплоснабжения и улучшить экологическую обстановку в городе. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, Новости на Восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова